Добрый день, коллеги! Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – оптимизация складской логистики в индустрии производства безалкогольных напитков. Хочу напомнить, что в конце вебинара вы можете задать интересующие ваши вопросы, написав в специальном окне панели управления, или можете писать эти вопросы даже по коду, но все равно мы будем разбирать уже в конце нашего вебинара. Материалы данного вебинара вы затем сможете найти на нашей страничке в YouTube или на нашем сайте Axelot. Сегодня ведущими вебинара выступят мой коллега Сергей Кондрашов. Здравствуйте! И Владимир Паркоменко. Это, как вы, наверное, уже догадались, я. Итак, мы начинаем. Оптимизация складской логистики в индустрии производства напитков на базе 1С ВМС. Кратенько немножечко о компании Axelot. Нам уже 16 лет. Компания начинала всего лишь с 3 человек 16 лет назад. И в данный момент насчитывает уже больше 220 сотрудников. Я буквально вчера узнал, что уже 220, думал 200, уже оказалось больше, чем 220 сотрудников. Но это не в одном офисе. Наш региональный охват – Россия, страна СНГ, Китай и Европа. Такой охват нам позволяет делать наши офисы, которые находятся в Москве, предцентральный офис, а также дополнительные офисы в Санкт-Петербурге, Кирове, Иркутске, Твери и два офиса в наших сопредельных странах – Казахстане и Беларуси. За эти 16 лет нам удалось выбиться в пятерку лучших партнеров компании 1С. За плечами мы имеем сейчас более 200 проектов. Вот такие вот цифры. Но на одну цифру я хотел обратить особенное внимание, что из 16 лет, которые мы присутствуем на рынке, больше чем 11 лет мы занимаемся логистикой. Сейчас на данный момент больше 50% нашего бизнеса составляет именно логистика. Мы на этом специализируемся. Наша специализация позволяет нам предлагать не просто продукты автоматизации, а предлагать решения для ваших складов, решения для вашего бизнеса, не только для складов. От поставки оборудования мы уже несколько лет подряд подтверждаем статус лучшего поставщика мобильных решений компании Motorola. Это и поставка оборудования терминалов сбора данных, Wi-Fi, RAPD оборудования и меток. Мы выводим на рынок решения Pick2Light. Это специализированное решение для массовой обработки штучных заказов, заказов собираемых, заказы, которые имеют штучное наполнение. Я подряд скажу. А также голосовые решения, решения с голосовым подбором, которые позволяют повысить эффективность складов. Ну и также мы в этом году подтвердили наш статус и упрощили партнерство с всеми нашими уважаемыми партнерами, поставщиками оборудования, программных решений. Ну, собственно, вы их видите внизу. Я их назову. 1S, Microsoft, Motorola, Zebra, Abbey, Oracle, IBM. Немного слов о наших совместных решениях. Я подчеркнул совместные, поскольку в этом слове есть существенные отличия от совместимых. Вот, прошу не путать. Совместные решения – это решения, разработанные компанией 1S и Axelot. Права, на которые принадлежат дальнейшим компания 1S, и 1S занимается их распространением. Мы лишь являемся разработчиками и по совместительству внедряем эти решения. Совместные решения в списках вы видите с правой стороны. 1S логистикоуправление складом – это одно из совместных решений компании 1S и Axelot. В результате наработанных таких вот совместных решений мы можем предлагать целый набор или пакет программных продуктов, которые позволяют построить оптимальный комплекс программ, работающих как единое целое с помощью специализированного программного продукта сервисной шины предприятия. Данное решение позволяет значительно снизить стоимость во-первых, интеграции различных систем, повысить надежность и самое главное – гарантировать доставку информации от одной системы к другу. Рейтинг компании. С 2008 по 2013 год компания является абсолютным лидером среди рынка ВМС-систем. На данный момент более 25%, но более 25% потому что мы растем. По итогам 2013 года было 25% рынка за компанию Axelot. Я подчеркиваю, что это именно за компанию Axelot, но не за решением 1С ВМС. 1С ВМС имеет гораздо больше инсталляций, чем нежели количество наших проектов. Ну, за счет партнерской сети. Немного о складах, которые мы охватываем. Это производственные склады, дистрибьюторские, распорядительные центры и склады 3ПЛ-операторов, то есть тех компаний, которые оказывают услуги ответственного хранения. Ну, а также любые коммерческие склады. На текущий момент наметилась тенденция к механизации, все больше механизации складов, а также к автоматизации складов. Я бы их назвал кустами, то есть несколько складов, находящихся неподалеку друг от друга. Они вносят определенную сложность в оптимизацию бизнес-процесса. Но вот требования рынка к автоматизации таких складов есть. И мы, соответственно, можем предложить решение для этих складов. Ассортимент таких складов насчитывает от нескольких десятков наименований до сотен тысяч и даже превышает, даже бывает превышает сотню тысяч наименований, общих наименований. Но при этом активных наименований где-то там максимум колеблется в районе 15 тысяч активных СКИ. На графике вы сейчас видите площадь складов, которые наиболее, скажем так, наиболее востребованы к автоматизации в наших проектах. Более ярким цветом выделена сегодняшняя тенденция. Вы видите, что сейчас склады с большей площадью стали активнее интересоваться и, соответственно, внедрять у себя продукты линейки 1С ВМС. Это особенно видно на площади складов от 5 тысяч до 10 тысяч метров, 10-20 тысяч, до 20-30 тысяч. Более 30 тысяч квадратных метров – это уже крупные распределительные центры и производственные склады по 25 гектаров на открытых площадках. Территория проектов. Видно, очень хорошо охватывает всю Россию от Сахалина и Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Захватывает и Казахстан, и два проекта Китая. Европу здесь не видно, но можете представить себе вот с левой стороны Италия, там тоже есть проект. Отраслевое распределение. Я специально подсчитал, сколько же в весовом исчислении будет у нас количество проектов по продуктам питания и напиткам. Это оказался довольно весомый сегмент, более чем 25%. На данном слайде вы можете ознакомиться с нашими заказчиками, не выделенными по отраслям, отдельной отрасли, справа в центре, производства и торговли продовольственными и товарными и рабовом потреблении. Здесь практически... Ну, кто-то может найти своих партнеров, конкурентов. В текущем году система 1СВМС была признана одним из лучших программных продуктов среди 20 представленных... Точнее, среди 20 признанных лучших. А также два наших проекта Букет Чуваши и компания Аквалай были признаны проектами года по журналу Global CIO. Также хотел бы познакомить вас с некоторыми завершенными проектами нашей компании. Здесь я бы хотел отметить не только проекты по ВНС, но также проекты по бюджетированию Маркет Спенсер и компания Твое и другие проекты. Вот тут меня просят немножечко ускориться. Я хотел сказать буквально пару слов о том, какой роль играет склад в цепи поставок. Если мы рассмотрим всю цепь поставок, мы видим от поставщика среди материалов производителя и дистрибьютора, а же так до конечного потребителя, склад занимает, собственно, одно из центральных мест. И сегодняшняя тенденция по управлению этими цепями поставок, в том числе и управления складом, наметилась в следующей тенденции. Если говорить общими словами, то ваши потребители, особенно сети, придерживаются принципа, что если ваша логистика неэффективна, они вас либо попросят сделать эффективнее, либо найдут другого поставщика. Соответственно, чтобы быть, чтобы соответствовать этому высказанию, нужно иметь высокотехнологичное высокотехнологичное программное обеспечение и высокоэффективные процессы. Развитие всего рынка сводится направлено в сторону интернет-торговли, и значит, больше автоматизации. Обмен информацией производится быстрее, соответственно, отклик, ваш отклик на потребности ваших заказчиков тоже должен быть быстрее, как и уровень сервиса. Ну и, соответственно, мы переходим к нашей основной части это рассмотрение именно склада, как основного звена в цепи поставок. И я передаю слово сыну коллеге Сергею Макашову, он вам расскажет, за счет чего можно повысить эффективность процессов вашего склада. Коллеги, добрый день. Еще раз, мой доклад будет несколько более техническим, поэтому прошу немножко внимания. Мы догадываемся, что одним из основных упреков в нашу сторону либо же вообще в документарные системы учета складского. Это производительность и, соответственно, скорость работы системы, скорость работы сотрудников системы. Именно поэтому при разработке системы 1СВМС мы ушли от пакетной обработки операций, когда у нас есть какой-то документ с табличной части и на основе него все производится действие, к единичным задачам. Минимальная единичная задача это операция взять и операция положить. Собственно, вот эти задачи могут как группироваться в общий поток, так и, соответственно, распределяться между кладовщиками в зависимости от приоритетов, в зависимости от ролей этих кладовщиков и также доступна группировка задач внутри рабочего потока. То есть задачи с наивысшим приоритетом, задачи, которые нам нужно выполнить максимально быстро, будут иметь максимальный приоритет, будут стоять наверху в списке выполняемых задач и будут выполнены в первую очередь. Для примера, допустим, у нас есть две задачи, задачи на размещение, задачи на отбор и задачи на какое-то перемещение. Так вот, одному сотруднику, допустим, это водитель погрузчика, в рабочем потоке перемещения контейнеров или перемещения палет будет сначала доступна задача на размещение товара, далее на отбор товара, если отбор будет производиться из одной из соседних ячеек и потом уже возможно какие-то внутренние перемещения. То есть, в любом случае сотруднику нет необходимости выходить из своего рабочего потока, ему цепятся разнородные задачи, которые он выполняет. с точки зрения организации топологии склада мы работаем со всеми типами стеллажей. Для нас не секрет, что производители продукции, производители алкогольной, безалкогольной продукции соков чаще всего предпочитают использовать узкопроходные либо набивные стеллажи для того, чтобы минимизировать или лучше сказать, увеличить объем груза, который может храниться на одном складе. Для систем класса ВМС чаще всего это раньше становилось проблемой, сейчас такой же проблемы нет. Система может работать как с набивными стеллажами, как с широкопроходными, так и с узкопроходными, с стеллажами типа пол, штабельным хранением и так далее. для производственных складов очень важно иметь некие буферные зоны, зоны, в которых товар может или должен отстаиваться до получения разрешения на его реализацию. Во-первых, мы можем задать зоны, в которые товар из производства будет поступать, но откуда он не будет отбираться. То же самое для товара. То есть мы можем товар учитывать по определенным качествам. То есть кондиция, брак, карантин и так далее. Список качеств не ограничен. Если переходить про учет номенклатуры, то учет товара в разрезе единиц хранения это само собой разумеющееся. То есть штука, короб, палета, контейнер какой-то и так далее. какой-нибудь мини-пак. Собственно сущностей может быть неограниченное множество. Для каждой единицы хранения указывается вес и габаритные характеристики. Исходя из этого мы понимаем какой объем будет объем вес будет у собранного груза, какой будет у груза приходящего к нам из производства. Исходя из этого мы всегда можем спланировать транспортное средство, которое будет нам данную поставку производить. Не секрет, что для производителей, тем более производителей напитков, есть определенные нормативы кладки на палет. Это и нормативы, которые розничными сетями диктуются, и соответственно есть нормативы, которые диктуются здравым смыслом. самое простое, чтобы что-то не подавилось, не ставить тяжелую продукцию на более легкую. Соответственно в системе есть определенные правила укладки, которые при формировании палета, на приходе, либо же на отгрузке подсказывают складовщику, что, как необходимо укладывать. Ну и само собой для номенклатуры указываются классы оборачиваемости. Это могут быть жесткие классы, высоко оборачиваемый, средне оборачиваемый, низко оборачиваемый товар. Могут быть сезонные значения, допустим, что-то потребитель берет чаще осенью, что-то зимой, что-то летом, что-то весной. Могут рассчитываться автоматически, то есть некая динамическая классификация АБЦ. Каждый период можно пересматривать. Переходим к процессам складским. Справа вы видите настройки бизнес-процесса, бизнес-процесса приходования товара. Здесь необходимо сказать, что вот этот бизнес-процесс, так называемый стадии приемки, доступен для каждого конкретного контрагента. от которого вы получаете товар. Допустим, одному контрагенту вы доверяете больше, другому меньше, от одного вы можете принимать товары непосредственно по грузовым местам и сразу же их размещать, а другого нет. Поясню на примере. Допустим, вы являетесь производителем какой-нибудь минеральной воды и из производства к вам идут палеты уже с водой. Соответственно, нет необходимости их дополнительно перебирать, рассматривать всю информацию о товаре, которая есть. Вы можете получить выгрузкой данных из системы производства, информацию о том, какие палеты, по каким номерам к вам придут и что в этих палетах будет лежать. Соответственно, вы формируете доверительную приемку. доверительная приемка выполняется в одно касание, то есть водитель чаще всего погрузчика сканирует палет и ему сразу же выдается задание на размещение данного палета в какую-то ячейку или в какой-то буфер, куда-то ведет размещать. на вашем складе могут быть и другая продукция. Например, это может быть продукция, которая поступает от сторонних поставщиков. Это может быть сырье, могут быть материалы, может быть какая-то другая продукция, другая часть бизнеса. Соответственно, там есть два варианта. Это сформировать предварительную приемку, когда вы принимаете продукцию по палетаместам, по грузовым местам, и дальше на основании предварительной приемки провести уже приемку по номенклатуре. Безусловно, есть возможность старой доброй приемки по номенклатуре, когда мы выгружаем все из машины и принимаем по каждой штучке продукцию. Везде возможен контроль по количеству и по качеству. Есть отдельные выделенные функции контроля, контроль приемки. Допустим, когда что-то не сошлось, план не сошелся с фактом, и автоматически может быть сформировано задание на контроль приемки, выданное более компетентному сотруднику. И, естественно, вы можете маркировать товар дополнительно. Можете маркировать товар, можете маркировать палеты, можете маркировать какие-то коробки. по факту приемки в корпоративную систему выгружается информация о факте приемки, то есть формируются чаще всего какие-то документы типа поступления товара в услуг и товар размещается на складе. По размещению как уже говорил, что мы отслеживаем классы АБЦ, также есть возможность размещения в зону хранения через какие-то буферные ячейки, транзитные ячейки. Чаще всего это актуально для работы с узкопроходными стеллажами, либо самое простое, то есть размещение в ячейку возле проезда, откуда ее уже узкопроходные штабелеры заберет. И есть возможность создавать стратегии размещения, критериев практически неограниченное множество, причем нет необходимости что-либо программировать, то есть все делается в пользовательских настройках. Да, тут по поводу размещения еще есть такая интересная вещь. Чаще всего, если мы говорим про документарные системы, есть такая проблема, что кладовщик, получая задачу на размещение, получает задачу на размещение конкретного палета, который по закону бутерброда наверное самый неудобный для того, чтобы его взять в самом низу, в самом дальней ячейке. Мы реализовали такую функцию, что кладовщик просто получает задание на размещение, он подходит к любому удобному палету, сканирует его штрих-код и система выдаёт задание, куда данный палет разместить. У него нет жесткой привязки, какой палет конкретно надо брать. Он берёт самый удобный. По исходящему потоку товара. Аналогичная ситуация, в правом углу, в правой части вы видите бизнес-процесс, который может быть настроен под каждого конкретного контрагента. То есть к какому-то контрагенту вы делаете больше контроля при отгрузке, какому-то меньше. Кому-то вы можете отгружать прямо из ячеек хранения, кому-то не можете. Соответственно, как уже говорил, минимальные атомарные задачи, они могут объединяться в волны, в группы отбора по заранее заложенным принципам. допустим, все заказы, которые у нас есть и у них стоит признак того, что отгружаться они будут завтра с утра, значит, они стартанут в работу допустим, сегодня вечером. То есть система анализирует наши трудозатраты по каждому заказу и выдает задание за время x до отгрузки, которое равно времени требуемому для сборки всех заказов. По факту отбора есть возможность сделать сортировку. Это может быть групповой отбор, после которого нам необходимо собрать скомплектовать заказы. Мы можем также делать старый добрый по заказный отбор, когда один колдовщик или несколько колдовщиков делают отборы только по одному заказу. Но есть у нас еще такая замечательная функция, которая актуальна, когда продукция небольшого размера и часто встречается в многих заказах. Это такого кластерного отбора, когда один человек может собирать сразу несколько грузов, причем сразу в грузовые места. Несколько заказов сразу по грузовым местам. По факту отгрузки товар списывается со склада и данная информация переходит в корпоративную систему, где чаще всего формируется реализация товаров услуг и списывается с остатков бухгалтерского учета. Как уже говорил, есть реализована функция кластерного отбора, причем так как у нас есть весогабаритные характеристики всех заказанных товаров, то мы можем, исходя из потребностей клиента, подбирать тару в соответствии с весогабаритами товара, который в данном заказе есть. Банально мы можем подобрать коробку, которую необходимо взять, коробку 10 на 20 либо 50 на 50. Как уже говорил, у нас есть нормы выполнения операций, и исходя из этих норм, мы можем спрогнозировать, когда данный заказ будет готов к отгрузке, то есть какое крайнее у него время. Исходя из этого, мы можем выдавать задание на формирование рейса, и можем разрешать или запрещать выезд транспортного средства на отгрузку. Собственно, в системе реализовано несколько функций контроля, несколько рабочих мест, то есть это рабочее место контроля приемки, причем контроль приемки может выполняться как с помощью терминала сбора данных, так и с помощью стационарного рабочего места с каким-то сканером штрих-кода. Также есть контроль отгрузки и контроль упаковки, то есть три рабочих места, которые усиливают и без того сильный контроль, который есть в системе ВМС. Что касается внутренних процессов, безусловно, есть перемещение товаров и перемещение контейнеров по складу, причем перемещения могут быть как заранее запланированные, так и свободные перемещения, когда кладовщик например видит, что потолок потек и необходимо товар переставить, иначе он превратится в негодность. Соответственно есть возможность много шаговых перемещений, то есть когда создается общее задание переместить допустим из ячейки 1 в ячейку 2, но система понимает, что для того, чтобы переместить из ячейки 1 в ячейку 2, товар сначала должен был быть перемещен в ячейку номер 3. Тогда формируются два перемещения, перемещение из ячейки 1 в ячейку 3, и потом из ячейки 3 в ячейку 2. Есть функция подпитки, подпитка может быть по минимальному максимальному остатку, при достижении минимума формируется задача на перемещение из зоны хранения в зону отбора продукции, есть подпитка по потребности в заказах, допустим, система может проанализировать, сколько в текущее время у нас потребность в продукции, сколько у нас ее есть в заказах, кратно она по летам или не кратно и так далее, и спланировать перемещение из ячейки опять-таки хранения в ячейку отбора. Также к внутренним процессам относится инвентаризация немаловажная, то есть это может быть инвентаризация товара, это может быть инвентаризация контейнера или палеты, это может быть инвентаризация ячейок, причем на момент инвентаризации ячейка не блокируется, всегда блокирует товар, который в данной ячейке находится. То есть, если у нас есть какая-то миксованная ячейка, то мы не прекращаем работы по ней, мы отбираем товар, размещаем товар. Единственное, только когда человек с ней работает, когда инвентаризер в нее приходит, соответственно, мы не можем отобрать тот конкретный товар, который он инвентаризирует. Ну и, опять-таки, к внутренним процессам еще есть контроль изменения качества товара. То есть, что это такое? Мы можем задать стратегию изменения качества, когда, допустим, товар, который у нас, допустим, опять-таки, с 10 дней до бесконечности, это кондиция, когда его срок годности, допустим, у него срок годности с 7 до 10 дней, это уже истекающий срок годности, по достижению трехдневного остатка, это уже катастрофа, и по достижению нуля товар переходит в статус брака, то есть, его невозможно не отбирать, не отгружать и так далее. В самом начале я говорил о том, что задачи могут группироваться и выдаваться в соответствии с правами доступа. У каждого сотрудника на складе есть его рабочая роль. Причем, все задачи ему поступают только исходя из прав и разрешений, которые у него есть. То есть, если это колдавщик приемки, и он может делать только приемку, то, соответственно, ему поступают только задачи на прием. Если это колдавщик размещения, например, водитель погрузчик, то ему поступают задачи на размещение палет. Что касается еще сервисных функций, есть возможность печати этикеток. Причем, печать этикеток для всего. То есть, ячейки, товары, палеты, собранные грузы, контейнеры, сотрудники и так далее. В состав программного продукта уже входит интеграция с управлением торговли и управлением производственным предприятием, а также с темой 1С-ТМС. Тоже наша система, которая позволяет планировать перевозки. Касательно аналитики. Очень важный вопрос, особенно для руководства. Что у нас на складе происходит? В первую очередь, конечно же, мы можем посмотреть остатки товара. Причем, можем посмотреть общие остатки, можем по адресам, по контейнерам, по качеству, по каким-то дополнительным параметрам. Дальше мы можем посмотреть движение товара. Движение товаров может быть за полностью отчетный период, либо по дням. Можем посмотреть анализ заказов, анализ выполнения заказов. То есть, какое у нас количество заказов, в каком они статусе. Что выполняется, что ожидается, что отменено и так далее. Также можем посмотреть заполненность ячеек, зон и всего склада в целом. Причем заполненность можем посмотреть в процентном соотношении, можем посмотреть в объемном, можем в весовом. Очень актуально с точки зрения вопроса, а сколько к нам еще может товар поступить, сколько мы можем принять и сколько нам еще необходимо увеличить склад, либо какой-то другой открывать и так далее. Есть отчеты по приемке, по отгрузке. Сколько было запланировано к приемке, сколько было по факту принято и сколько отгружено. Вернемся к управлению ресурсами. Есть нормы выполнения складских операций, есть контроль исполнения этих норм, ведется учет времени работы и учет простоев, причем есть возможность фиксировать простое автоматически. Допустим, при невыполнении каких-то операций в течение 15 минут сотрудник автоматически фиксируется простой. Такая возможность есть. Мы всегда можем посмотреть эффективность и продуктивность работы наших сотрудников на складе и, исходя из этого, строить мотивационную составляющую склада. То есть, перемножая выработку сотрудников на какой-то коэффициент, можно посчитать его премию. Также есть функции оперативного, тактического, стратегического планирования. То есть, мы можем спланировать, исходя из потребностей в персонале, тех сотрудников, которые нам нужны. Нужны, допустим, на завтрашнюю смену, либо, соответственно, на месяц, на год и так далее. То есть, допустим, в текущей ситуации у нас с текущими объемами справляется 100 сотрудников. Мы планируем увеличить нашу оборачиваемость на 30%. Соответственно, что нам надо сделать? То есть, либо сотрудников перекинуть с одной зоны на другую, либо, соответственно, набирать новых. Для руководства склада, опять-таки, есть специальный монитор-диспетчер склада. Это динамически обновляемые отчеты, которые в удобном для взгляда виде представлены на каком-то мониторе. Может быть, в принципе, таких отчетов до 36, и их вывести на плазму и смотреть, что там происходит на складе. То есть, что у нас там с сотрудниками, какое количество задач выполняются, они не выполняются, какое количество заказов, какое заказов на приемку, какое на отгрузку и так далее. То есть, 36 показателей, с помощью которых диспетчер склада может полностью контролировать работу складского комплекса, если даже он там превышает 30 тысяч квадратных метров. Это может делать один человек. Да. Ну и, собственно, еще один бонус, это блок управления двором, модуль управления двором. То есть, что и для чего. У нас с вами есть рейсы, есть некие задания транспортным средством. Это может быть погрузка, это может быть разгрузка. Есть справочник транспортных средств, то есть, это фуры, газели и так далее. Есть, соответственно, физические лица водителя. Так вот, знаю время, когда нам потребуется машину подогнать к воротам, то есть, это время, когда у нас заказ будет собран. Мы можем оформить на это время пропуск на въезд-выезд, поставить на время ожидания машину на какую-то стоянку, на какое-то место, причем на стоянке, и по мере готовности вызвать его для того, чтобы он подъехал к конкретным воротам. Причем есть возможность анализировать временные показатели. То есть, допустим, у нас по плану погрузка или разгрузка длится 30 минут, а по факту мы ее можем сделать и за 20, и за 40, и за час, и за два. По этим показателям тоже можно назначить ответственного и наказать виновных или невиновных. Это уже там что-то получится. Соответственно, система не работает сама по себе, и система работает в тесной связке с корпоративной системой, так как чаще всего интегрируемся с 1С, то, как я уже говорил, есть типовые модули обмена, интеграция с управлением производственным предприятием и управлением торговли. Формат файлов может быть, в принципе, практически любой. Собственно, механизм обмена тоже. То есть, это может быть обмен файлами или веб-сервис. В общем, все, что позволяет платформа 1С, реализована в данной конфигурации и выполняется. Если требуется интеграция в данной системе более чем с одной, с одним другим программным продуктом, то целесообразно применить сервисную машину для обмена данными, позволит снизить стоимость интеграции и добиться более высокой эффективности и, самое главное, надежности обмена информацией. Итак, об опыте внедрений на производственных дистрибьюторских компаний. Я расскажу о четырех проектах. В первую очередь, это проект «Акволайф», который был в 2013 году признан проектом «Года», «Липецкий пиво», «Интерогресс-системы» и «Раритет». Первые три компании являются производственными торговыми, «Раритет» – это дистрибьюторская компания, алкогольные и безалкогольные продукции. Немножечко вернемся к управлению цепями поставок и высказывание Маркса о том, что всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени, говорит нам о том, собственно, что повышать эффективность на нашем складе мы можем тоже экономить время. Сейчас на экране вы видите несколько показателей, с помощью которых можно повысить эффективность. Бывает, что на проекте мы боремся буквально за секунды, за секунды экономии каждой операции, которая в результате, по итогам месяца или по итогам года, могут принести довольно-таки значительный и ощутимый результат. Так, например, даже сокращение одного сотрудника, персонала какого-нибудь лишнего, оно может дать эффект больше, чем его зарплата за год, просто потому что этот сотрудник был неэффективный, ему платили так же, как и всем остальным, и, глядя на него, хорошие сотрудники не хотели работать лучше. Так, я полагаю, что вы прочитали эти показатели, и вернемся к нашему опыту внедрения. Компания «Хвалай» – это один из лидеров российского рынка воды безалкогольных напитков. Основной лимбренд – это напитки из черноголовки. Мне очень нравится «Байкал», «Стояны», «Люблер», «Ташкун». Постоянно являюсь, можно сказать, и потребителем на утральном среде все-таки. Вообще в портфеле около сотни позиций, среди которых и минеральные воды, я вот немножечко назад вернусь, вода, обогащенная йодом, крутоа называется, лимонадой и так далее. А также компания оказывает услуги для сторонних компаний-производителей, развивает в тарах различных видов чужих браков. Так называемые услуги «Коп-пакет». Задачи компании, вы, я надеюсь, уже их прочитали, они, наверное, мало чем отличаются от ваших задач. Хочется и увеличить скорость складских операций, качество, сокращение продвига техники, эффективность персонала повысить. Ну, собственно, все, что ждут от склада, это эффективная обработка грозопотока в минимальное время с минимальными затратами наших ресурсов. Ну вот немножко... Так, идем дальше. Комплекс «Черногоровки» имеет целый куст складов. Мы с вами уже говорили про куст складов. Это две производственные площадки, семь линий производственных и куст из четырех складов. На самом деле там еще пятый склад, но пятый склад, он, так сказать, проект сейчас по пятому складу идет он сейчас в процессе внутри. Значит, пять складов территориально друг от друга, они удалены. Непосредственно рядом с производством находится небольшой склад, от него по рульгангам, такая автоматизированная линия, товары могут перемещаться на другой склад. Один из складов, оборудованный системой палетранер, это набивные проходные стеллажи, так называемые стеллажи высокой плотности. Компания работает в режиме 24 на 7, то есть круглосуточно, и складская емкость всех складов более 15 тысяч палетранер мест. С площадью складов 12 тысяч квадратных метров. 30 сотрудников, 30 мобильных сотрудников с терминалами Моторола, из них порядка 20 всего лишь активных, до 10, они такие запасные, и они выходят на работы, когда наиболее интенсивность, ну, скажем, в сезон. Все же знают, что есть определенная сезонность в индустрии напитков. Поэтому можно сказать, что в среднем там 25 сотрудников справляются с отгрузкой около 3700 палетранер мест. Да, порядка это больше даже 3500 палетранер мест. Так, идем дальше. В особенностях проекта, помимо использования системы палетранер, можно назвать, так сказать, качеством своеобразным, то есть продукцию выходя с производства, она изначально недоступна для продажи до прохождения ее контроля качества. После прохождения контроля качества она становится доступна и может быть отгружена как сетевым заказчикам, таким как метро, шантам и так далее, так и там небольшим розничным клиентам или актовикам. Ну, кстати, в проекте учитываются особенности работы с сетевыми магазинами. Это и стандарты укладки на палету для каждого из клиентов, она своя, она будет особенная. Это и этикирование палет, и там другие особенности по срокам годности, поскольку там сети требуют определенных значений и с срокам годности. Значит, возвращаясь немножечко к производству. С производства товар проходит контроль качества, дальше он распределяется на склад основного хранения. да, склад основного хранения с системой палетрана разделен на АБЦ зоны и на эти же классы АБЦ разделен товар по наиболее уходимости и востребованности с заказчиками. Соответственно, каждому товару соответствуют определенные ручей, я бы так сказал. Товары категории С или товары категории в сезон спроса могут быть распределены в дополнительные ячейки для подпитки заказа. Система палетрана на складе готовой продукции также контролируется системой ВМС, которая осуществляет контроль и передвижение радиоуправляемых тележек палетрана, предназначенных для работы в таких глубинных стеллажах. Например, при выдаче задачи терминал, она указывает водителю реч-трака или подгрузчика в какой ячейке нужно расположить тележку, чтобы переместить товар внутри стеллажа. Это позволяет оптимизировать и значительно ускорить процесс работы с такого рода оборудованием. Также в данном проекте используются механизмы кроссдокинга, что позволяет отгружать товар непосредственно с производства сразу же крупным клиентам, крупным заказчикам, которые осуществляют заказы большими партиями. Например, уже дорожный вагон или контейнер. Существует также специальная функциональность, которая позволяет такой заказ осуществлять по мере наполнения вагона или контейнера. Ну, то есть вагон или контейнер может поместиться или чуть-чуть больше там заказа, или чуть-чуть меньше. Опять же, с учетом там высокоугодности и прочих параметра. Система Polytrunner позволяет в автоматическом режиме учитывать метод ротации FIFO, но в данном случае у нас получается автоматический FIFO по срокам годности. Но опция кроссдокинга позволяет нам отгружать самый свежий товар прямо непосредственно с производства заказчикам. Это позволяет опять же снизить продоемкость операции, поскольку мы минуем склад основного хранения и сразу отгружаем продукцию заказчику. Вот на фотографии вы видите сам склад системы Polytrunner. такая система была еще выбрана в том числе и потому, что иногда были случаи, когда такую систему высокой плотности проходные стеллажи на каре въезжал сотрудник и скажем так, при некотором неумелом маневре такой стеллаж повреждался, из-за чего стопорилась работа можно сказать всего ручья был необходим ремонт стеллажа и работа приостановилась, но тормозилась. При использовании таких автоматических тележек такая проблема исчезла, поскольку тележки в автоматическом режиме возят, оборудование не проставят. Заказчик получил полный набор отчетов для контроля за показателями работы своих складов, своего склада. О динамике отгрузок, статистике, ну вот как говорил Сергей, 36 показателей и по любому из показателей можно вывести статистику. Помимо этой статистики все операции на складе фиксируются, дата начала операции, окончания операции, поэтому можно не просто там общую статистику поднять за период, но и также смотреть по сотрудникам непосредственно, какой сотрудник какую операцию делал, насколько он выбивается из норматива, если мы можем ввести туда нормативу тоже. Перешли уже к развитию проекта. Я бы еще хотел рассказать пару слов о проекте. поскольку несколько зданий, 4 склада, соответственно, 4 здания, система управления складом позволила успешно решить задачу оптимального распределения поминтовок, в том числе, в автоматическом режиме, в том числе отслеживать перемещение транспорта между складами, а также перемещение транспорта к заказчику. Отдельная функциональность присутствует в системе по управлению двором, которая позволяет управлять транспортными средствами, пришедшими от загрузку или отгрузку заказа. развитие проекта. В настоящее время производится тиражирование системы на очередной склад. Я уже говорил, что 4 склада сейчас автоматизировано в перспективе внедрения как раз на складе сырья и материалов, а также автоматизация блока по учету имущества компании. У нас автоматизация учета имущества на порядке 90% проектов производится с помощью RMPD технологов. Компания рассматривает развитие проекта по внедрению транспортного модуля специализированного, который будет контролировать транспорт уже на протяжении можно на всей территории страны. с учетом GPS отслеживания графика движения и так далее. Модуль 3D визуализации склада вы видите слева внизу. Тоже может быть использован для более наглядного отображения наполненности. визуализации визуализации использования 2D кода для оптимизации заполнения некоторых параметров перед предприятий методов. Отдельно упомяну развитие проекта по мотивации. Дело в том, что на многих наших проектах внедрение системы мотивации персонала дает синергетический эффект. когда мы убираем ненужное и лишнее имеется ввиду плохих сотрудников, которые не могут и не хотят работать, то хорошие сотрудники видя, что чем лучше они работают, они больше получают, начинают работать еще лучше. За счет этого появляется синергетический эффект. Начиная работать лучше, каким-то чудесным волшебным образом исчезают многие проблемы человеческого фактора, которые ранее могли возникнуть в других местах. По результатам проекта компания достигла многих показателей, вы сейчас видите на экране. Некоторые показатели общие, это упорядочение хранения, увеличение скорости, снижение количества ошибок, автоматизация задач, которые не очень важны для предприятия, например, межсплазские перемещения, но очень важны для учета товара, то есть это снизило и в зависимости от человеческого фактора и облегчивает работу логизма. Контроль запасов осуществляется, а также позволило работать компании в сезон по производству на склад и под прогноз и под заказ. Следующий проект, перед следующим проектом я хотел напомнить, что вы также можете писать вопросы, на которые мы ответим в конце нашего вина. Переходим к компании Липецк Пиво. Компания Липецк Пиво занимается производством напитков, позиционирует производство напитков из природной воды в собственных артезианских скважин. Склад расположен в одном здании вместе с производственными цехами. Склад также, как и склад черной уголовки работает проволосыточно. До 7000 фалет одновременно может храниться на данном складе. Несмотря на небольшое количество всего 80 наименований товара, данный склад может являться достаточно высоконагруженным. Из некоторых особенностей проекта. Данный проект был осуществлен с очень тесной интеграцией ERP-системы заказчика, которая позволяет изменять заказ который поступил уже на склад для отбора практически в любой момент. Вплоть до уже того момента, когда заказ фактически готов к отгрузке, собран, может прийти новое уведомление из ERP-системы о внесении изменений и дополнения этого заказа или обратное решение по требованиям заказчика. Сразу скажем, нам это не очень понравилось такое частое вмешательство в процессе склада и другим заказчикам не рекомендуем такие вещи использовать. Просто это может сказаться на стабильности работы склада прежде всего и эффективности процесса. Но данное пожелание заказчика для нас закон, поэтому мы постарались это все сделать наиболее оптимальным образом, чтобы общая система ERP и ВМС работала слаженно и эффективно в этом режиме. Были автоматизированы 4 5 от 4 до 5 стационарных рабочих мест на погрузчиках вы видите сейчас на картинке терминал, который устанавливается на погрузчик и 10 мобильных рабочих мест с радиотерминаром Моторого. по итогам результатам проекта вы сейчас конечно же тоже видите на экране. Могу сказать, что например повышение производительности труда на 10% позволяет либо сократить персонал на 10% хотя мы не приверженцы сокращений нам лучше увеличить обработку грузопотока всего возрастающего влачей компании но без сокращения персонала не приходится не бывает проекта без сокращения все время кто-то из сотрудников недоволен кто-то считает что его начали контролировать а он свободный художник и всегда есть некоторый процент сотрудников кто только из-за этого может поменять место работы но в результате могу сказать что идет оздоровление персонала по срокам годности в результате использования системы были сведены к нулю про инвентаризацию Сергей уже говорил возможно без остановки склада инвентаризация возможно циклическая инвентаризация возможно по месту возникновения события по определенной группе товаров по стеллажам и так далее и так далее вариантов может быть очень много часто выбирают несколько способов проведения инвентаризации для того чтобы достигнуть 100% инвентаризации за определенный срок например мезонин с дорогим товаром должен быть пронинвентаризирован один раз в неделю а весь склад один раз в месяц поэтому вот чтобы достигнуть таких показателей можно использовать все методы проведения инвентаризации по зону для того чтобы плавненько проводить ее в течение месяца чтобы к концу месяца это уже было реализовано про систему мотивации я уже сказал это волшебный двигатель торговли по итогам конечно же по итогам всего проекта проект окупился вот о покупаемости проекта будет немного позже информация а пока а пока вы просто почитайте отзыв клиента непосредственно Сергея Сапира директора по сбыту пока вы читаете если у вас остались останутся вопросы после окончания нашего вебинара то вы всегда можете позвонить нам по телефону в коде 495-961-26009 на нашем сайте этот телефон тоже есть или прислать ваш запрос на наш e-mail omsobaka.axelot.ru мы еще еще раз как минимум повторим эту информацию если вы сейчас не успели записать ну и материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке на youtube или на сайте акселота надеюсь что вы почитали если нет то вы еще увидите компания интровая системы очень опытная компания более 20 лет она даже старше чем мы но все брали этой компании широко известны вот я веков сок видел много и часто сочная долина дары кубани у нас в Москве встречали реже и вот этот маленький сок для детей тоже а так отдыхая на кубани когда бывая на кубани вот конечно сок дорогу бани мне нравится склад 7200 квадратных метров около сотни наименований всем всем этим складом и грузооборотом 460 тонн продукции в сутки справляю с 4 стационарных рабочих места и 16 мобильных тоже терминала моторова данный заказчик очень интересный проект вообще на самом деле решение о том чтобы внедрить 1С логистику управления склада принималось просто потому что руководство захотелось иметь современный складской комплекс последствия оказалось что внедренное решение полностью себя не только оправдало еще и купило вот в результате мы будем продолжать сотрудничать с данной компанией надеемся на последующие проекты по другим уже направлениям это тоже направление могут быть на возобновение период развития проекта и управление нормативно-справочной информацией документооборотом а также интеграция интеграция всех систем компаний с помощью сервис машин предприятия из особенностей проекта надеюсь вы уже прочитали помимо увеличения скорости и качества формирования заказа у нас были очень сжатые сроки по внедрению системы точно по графику поскольку планировался переезд нам необходимо было обеспечить работоспособность склада в режиме переезда задача скажем так непростая поскольку необходимо было обеспечить бесперебойность снабжения товарами заказчиков всех заказчиков чтобы они просто не заметили круглосуточная работа накладывает определенные сложности тем не менее мы с этой задачей справились в том числе с помощью фиксированных остатков на старом складе на определенный срок и перейдя на новый склад в результате проекта вот на фотографии видно как руководство торжественно разрезает ленточку сократился персонал более чем два раза но только за счет сокращения персонала проект достаточно быстро окупился но прибавилось к этому еще минимизация пересортицы управление сроками годности по так сказать ошибкам со сроками годности свелось практически к нону поскольку система полностью занимается ротацией товара проект купился еще быстрее значит работа в реальном времени здесь имеется ввиду что все проекты наши работа на терминалах развивает работу непосредственно с базой данных и в системе ВМС фактически нет каких-то ретро данных данных которые были бы на какое-то вчерашнее число система ВМС показывает именно то что происходит сейчас именно поэтому становится возможной горячей инвентаризация человек подошел к чеке он видел сколько там товара находится именно сейчас и подходим к четвертому проекту компания Раритет большой склад 15 тысяч квадратных метров это склад дистрибьюторские продукты питания в том числе там конечно есть и напитки отдельный склад алкоголя отдельный поскольку там алкоголь не может их выделить как отдельный бизнес там специальные требования алкогольного склада акцизы помимо срока годности акцизы еще дата розлива это все должно быть специально проконтролировано склад высокоинтенсивный более 3,5 тонн 3,5 тысяч тонн англорусские в месяц более полутора тысяч заказов в определенные моменты доходят до двух даже превышает 2 тысячи заказов в день ну в каждом заказе может быть до 400 позиций товар но такое большое количество позиций это либо крупные оптовики сети также могут брать около сотни мобильных мест используются также терминалом второго 9000 серии дальнобойной и серии 3000 для обычных сборщиков под задачами проекта из каких-то особенностей выделить сложно можно сказать что проблемой у данного заказчика была ротация учет по срокам годности поскольку до внедрения системы кладающики старались как можно быстрее избавиться скажем так от товара от вновь решившего товара то есть если например приходила фора с каким-либо товаром и появлялся заказ на этот же товар то кладающики долго не заморачивались они могли прямо из форы сразу же этот товар отгрозить это похоже на функцию кроссдрогинга в месте системы но тем не менее при учете сроков годности она может наносить вред поскольку в результате таких отгрозок товар который был на основном хранении срок годности потихонечку истекал а поскольку компания работает с такими сетями как метро шандом и так далее то у них очень жесткие требования по срокам годности поэтому часть товара срок годности истекал его девать было некуда приходилось списывать и объемы такого товара были достаточно значительные поэтому забегу вперед по праве итоги проекта что только нельзя сказать что снижение поскольку ротация по срокам годности свела такие потери к нулю снижение до нуля не знаю сколько правомерно такое высказано только за счет устранения потери от срок годности проект окупился естественно переход на новую систему осуществлялся без остановки склада поскольку остановка такого высоконагромного склада она требует больших очень больших затрат если мы не отверзим вовремя ваш ант с ним мы завязаны различными договорами мы потерпим большие убытки скорость работы сотен сотрудников более сотен сотрудников извините она тоже требует надежности работы системы и быстродействия что собственно и было обеспечено поскольку 1С логистика она отличается по быстродействию в лучшую сторону значительно отличается по сравнению с обычными системами поскольку опять же требования к складу это бесперебойная работа в круглосуточном режиме в результате проекта помимо исключения потерь по срокам годности было значительное сокращение персонала почти на 50% склад большой и такое сокращение персонала позволило купить еще быстрее склад по срокам годности он купился за счет сокращения численности персонала лишнего я подчеркиваю лишнего поскольку оставшийся персонал смог обрабатывать грозопоток как текущий так и с запасом еще на два года примерно там был небольшой рост персонала совсем небольшой помимо сотни мобильных рабочих мест около 20 стационарных рабочих мест это диспетчеры склада операторы собственно про результаты уже половину результатов наверное я уже сказал сейчас видите перед глазами сокращено время обучения сотрудников на 90% я немножко расшифрую эту фразу раньше нового сотрудника без системы без обучали около месяца поскольку он должен был знать склад а склад большой 15000 попробуй узнать что где страниц месяц его только учили то есть месяц вся его зарплата уходила на обучение после внедрения системы срок обучения сократился от 1 до 3 дней 1-3 дня вкратце первый день молодой сотрудник ходит за опытным и смотрит как он делает второй день наоборот старый сотрудник смотрит за молодым как он ходит и делает и что-то где-то его подправляет третий день либо нужен либо не нужен если нужен это скорее всего контрольный день по которому рассматривают насколько правильно выполняет действие тот или сотрудник развитие системы предполагается на складе автоматизации алкоголя но на данный момент склад уже практически запущен там идет опытная эксплуатация также внедрение системы управления транспортом и автоматическое планирование с изменением размещения при приемке это такое специфическое требование заказчика собственно по данным проектам я вам практически в основном я вам все рассказал также можете ознакомиться с отзывом руководитель отделом компьютерных технологий и гравитет полагаю что вы уже прочитали если нет то опять же можете на нашем сайте найти эти материалы и прочитать в общем и целом можно сказать что результаты всех проектов сводятся к оптимизации использования оборудования как там по пробегу так и задействований оптимизации трудовых ресурсов скласских площадей избавляемся от лишнего и неэффективного а эффективное мотивируем и делаем его востребованным а также сокращение времени на проведение всех скласских операций затрат на скласское хранение сокращение потерь значительное некоторые заказчики могут настигать как уже было на предыдущих слайдах так называемых 4 девяток то есть 99 целых и еще 4 девятки после запятой уровня сервиса то есть только одна десятитысячная процента от заказов от всех поступивших заказов идет с ошибкой все остальное мы делаем говоря двумя словами точный срок если свести все итоги проектов то можно увидеть каких показателей можно достичь понятно что у каждого склада свои показатели и это зависит от многих причин каких показателей мы с вами достигнем непосредственно на вашем проекте поскольку влияние человеческого фактора имеет место влияние непосредственно ваших процессов людей что за люди работают у вас на складе но мы сталкивались и с таджиками узбеками и система внедрена в Китай с терминалами китайцы работают на китайском языке по большей части например таджики узбеки они там во многих проектах работают лучше чем русские по крайней мере вот бывает и такое обучаются достаточно быстро даже те которые плохо читают по-русски поскольку все операции регламентированы на терминале вот каких показателей мы с вами достигнем на проекте мы можем примерно прикинуть до проекта для этого нужно провести обследование по крайней мере срок окупаемости нашего проекта от 4 до 6 месяцев успешность проекта зависит прежде всего на наш взгляд от трех самых важных показателей это эксперт это от экспертов по логистике которые будут работать у вас на проекте которые помогут вам оптимизировать найти и оптимизировать процесс это система должна быть классная система которая позволит эти процессы поддержать автоматизированном режиме естественно эксперты по системе которые смогут эту систему настроить так чтобы заложенные логистами процессы поддерживались и контролировались на заданными интервалами и в конце небольшой анонс мы ежегодно проводим несколько конференций семинаров помимо вебинаров участвуем в образовательных проектах поэтому приглашаю всех вас ваших коллег ваших партнеров к нам в Москву на конференцию которая пройдет ровно через два месяца 23 сентября место так сказать проведения у нас еще определяется план проведения уточняется и будет разоснут всем зарегистрировавшимся зарегистрироваться можете на нашем сайте могу сказать что единственное что по итогам предыдущих конференций количество пришедших на наши конференции постоянно увеличивается последний раз было больше чем 130 человек и так уважаемые коллеги мы приступаем к вашим вопросам сейчас Сергей нажал на кнопочки тут появились ваши вопросики итак первый вопрос возможно ли распределить отбор на несколько человек одновременно по рядам да как уже говорил задачи минимальные задачи то есть отобрать одну штуку либо один палет вот эта минимальная задача она может быть выдана одному сотруднику а задача отобрать 10 палет 10 штук она может быть распределена по 10 сотрудникам больше также можно распределять задачи и пустить сотрудников навстречу друг другу по одному ряду просто как один из вариантов если нам потребуется обеспечить высокую скорость отбора то чем большее количество сотрудников относительно мы привлечем тем быстрее мы можем собрать один заказ понятно что при условии они не должны сталкиваться где-то лбами должны распределить поэтому если у вас сейчас на складе люди распределены по зонам я так вот предполагаю что одновременно по рядам может быть по зонам у каждого своя зона ответственности он свою зону собирает то такое не то чтобы возможно а один из вариантов отбора эффективного отбора следующий вопрос есть ли опыт решения аналогичных проектов для складов сырья и материалов на производственном предприятии ну по большому счету ответ следующий да есть все производственные предприятия которые есть в нашем большинство производственных предприятий конечно хотят автоматизировать склады готовой продукции так как это в первую очередь влияет на прибыль но если мы возьмем допустим предприятия трансмашхолдинга то там соответственно предприятие как раз склады сырья и материалов комплектующих и автоматизируется да то есть если кратко то да 25 гектар площадь всех складов при этом есть варианты автоматизации по проектам склада сырья и материалов на производственном предприятии таких как отдельный склад сырья и материалов или склад сырье материалов и готовой продукции в одном месте, то есть на одном складе, не разделенной. Система автоматически распределяет сырье материал по ячейкам и готовую продукцию по другим ячейкам. Можно управлять как на одном физическом складе, так и на двух различных складах. Это есть различные опыты. Коллеги, если мы не до конца поняли ваши вопросы, пишите, мы на них ответим. Следующий вопрос. Были ли в вашем опыте неудачные проекты в том смысле, что для компании они не окупились? Какой в среднем, если можно усреднить срок окупаемости ваших проектов? Проект, который не окупился вообще, такого нет, конечно. Потому что внедрение технологии, автоматизация склада, она в любом случае окупается. Может быть срок несколько больше, чем те сроки, о которых Владимир говорил. В среднем срок окупаемости где-то 6-9 месяцев. Нормально. Бывает, что окупаются еще быстрее. Для продуктовых компаний особенно это актуально. То есть там срок окупаемости где-то 4 месяца может быть для крупного предприятия. Все зависит от уровня издержек. То есть чем меньше склад, тем меньше издержек чаще всего. Тут надо считать. Посчитать количество издержек у вас, посчитать сумму затрат на внедрение, на поставку оборудования, программное обеспечение и так далее. И сравнить эти цифры. И в принципе по запросу мы обычно делаем похожие работы. Да, ну и кстати я добавлю, что если проект не будет окуплен, то это будет очевидно. То есть это будет видно очевидно еще до проекта. То есть даже это особенно считать не нужно будет. Это первый момент. Второй момент, вы об этом сразу будете знать. И заказчик при этом может осознанно пойти на такой шаг. Хочет просто автоматизировано, понимает, что проект окупится через 5 лет. Но какой это должен быть проект? Это тогда должен быть проект небольшого склада, совсем небольшого. Не знаю, скажем там 200 метров или 300 метров. Владелец которого делает задел на будущее. Тогда действительно первое время он будет очень долго окупаться. Еще какой склад может долго окупаться? Склад, который уже был автоматизирован какой-либо там другой системой. и требуется там, и данная система не смогла поддержать его роста. Вот в этом случае, конечно, переход на другую систему, если процессы останутся теми же самыми, и мы их не оптимизируем, тогда срок окупаемости тоже будет увеличен, несколько увеличен. Так, надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Следующий вопрос. Можно ли склад в системе разделить на значительные числа участков? Сувенировная продукция, рекламная продукция, склад брака, склад некондиции, зоны приемки, зоны обнегрузки? Или мы закладываем логику, а система сама распределяет продукцию, при этом эти зоны будут динамические? Вопрос, наверное, ко мне ближе. Ответ следующий. Да, действительно, мы можем склад разделить на огромное количество участков, зон и так далее, но, как показывает практика, чем больше зон, тем больше путаницы. Их сложнее настроить, ими управлять сложнее. Опять-таки, чтобы товары, попадая в одну зону, при перенасыщении этой зоны, как-то расширяли ее и так далее, и так далее, и так далее. Это все обычно никому не нужно. То есть мы делим на небольшое количество зон, и к этим зонам уже привязываем ту или иную продукцию, которая будет в ней храниться. Причем не каждую конкретную продукцию конкретной ячейки, а некую товарную группу можем приписать к конкретной зоне. Тогда система будет анализировать, что мы куда клали, что, соответственно, откуда отбирали, и система есть возможность докладывать рядом, близко, по соседству. Ну, в общем, как-то так. Чаще всего мы делаем небольшое количество зон, резюмируем. Возможности есть, справочник не ограничен, вы количество зон можете делать сколько захотите, но лично не рекомендую. Так, вот следующий вопросик. Как понять, какие процессы требуют оптимизации в процессе внедрения системы? Вопрос очень интересный. Значит, как правило, эти процессы либо рекомендуют наши консультанты, то есть они на основании своего опыта действуют, задачами не один проект, а, как правило, более пяти, и они уже могут рекомендовать к изменениям тот или иной процесс. Это первый момент. Второй момент, мы проводим, то есть у нас есть специальные консультанты, которые могут провести консалтинг по аудиту ваших процессов, то есть выявить наиболее узкие места и рекомендовать, каким способом мы будем эти места расшивать, для того, чтобы получить оптимальный и эффективный процесс. Так, привели пример Трансмаш Холдинг, а в интерагросистемах в проекте не участвовал склад сырья и материалов. Стоял ли вопрос увязать планирование и управление входным потоком сырья и материалов с производством готовой продукции, как следствие планирование закупок, производство и продаж? Спасибо. Вот здесь очень хороший вопрос. Первое. В интерагросистемах мы автоматизировали только склад готовой продукции, это если кратко. А вот что касается закупок, это отдельно у нас есть продукт, материально-техническое обеспечение, который позволяет на основании каких-то планов, на основании определенных потребностей и формировать как раз-таки закупки или перемещение запасов из одной зоны в другую, из одного предприятия на другое, исходя из вообще возможностей, вплоть до интеграции с торговыми площадками. Такая возможность есть. Она для производственных предприятий как раз-таки очень актуальна, но это тема отдельная, и если ее обсуждать, то там достаточно много времени, я думаю, что она будет не всем интересна. Так что если для вас это актуально, то предлагаю лучше пообщаться дополнительно. Каким образом в 1С УМС происходит загрузка заказов на обгрузку непосредственно в УМС или из учетной системы? Данный вопрос относится к разработке интеграции. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант – это, конечно же, интеграция с корпоративной системой. Из учетной системы, из корпоративной, чаще всего выгружается заказ покупателя, если говорить в терминах 1С. И этот заказ покупателя формирует в системе ВМС заказ на отгрузку, на основании которого мы уже дальше делаем отборы, комплектации, сортировки, упаковки, отгрузки и так далее. Есть возможность, когда существует некий веб-интерфейс для пользователей, для ваших клиентов. Тогда есть возможность интеграции, непосредственно создания заказов из этого веб-интерфейса и формирования его непосредственно в системе ВМС. Но чаще всего, чаще всего, все-таки все идет через корпоративную систему. Она у нас ведущая. Склад – это ведомая система. Исполнитель. Исполнитель. Это непосредственно исполнитель. Часто еще ВМС называют execution system, исполнительную систему. Так, ну вот, еще один вопрос поступил. Как посчитать окупаемость проекта? Ну, возможно, просто еще кто-то не услышит. Значит, для того, чтобы посчитать окупаемость, нам нужно посмотреть все ваши процессы, непосредственно сам склад, у нас есть специализированные анкеты, учесть ваши потери, ваши недогрузы, уровень текущей сервиса и так далее. То есть те, кто хочет посчитать хотя бы примерную окупаемость проекта, должны прислать нам заявку, мы отправим в анкету, вы заполните. По итогам заполнения анкеты мы можем обозначить точки возврата инвестиций и их параметры возврата инвестиций и, соответственно, посчитать, когда склад окладуется. Вот интересный вопрос. С какими еще типами автоматизированного оборудования система может быть интегрирована? Ну, как Владимир уже рассказал, есть реализация интеграции с политранерами, то есть с радиоуправляемыми тележками, но есть еще и на текущий момент производится интеграция 1С ВМС с автоматизированными узкопроходными погрузчиками, на текущий момент реализуется с фирмой Юнхаймрих. И есть сейчас интересный проект в разработке, это интеграция с RFID-туннелем. То есть там будет промаркирована вся продукция RFID-метками и приемка потоковая такая будет, короб будет проходить через RFID-туннель и будут автоматически считываться все входящие в этот короб номенклатурные позиции. Еще есть интересный, точнее годы четыре, наверное, уже есть реализация, интеграция с конвейерной системой на сибирской аграрной группе. Здесь очень интересный параметр этого проекта. 800 квадратных метров склад отгружает порядка 60 тонн продукции в сутки за счет как раз автоматизации для применения механизации и автоматизации. Это вот как раз к вопросу о том, о покупаемости проекта. То есть, несмотря на то, что вроде небольшой склад 800 квадратных метров за счет механизации и автоматизации позволяет отгружать такое количество заказов и продукции 60 тонн. А при этом есть еще запас роста на до 90 тонн в сутки. Могут отгружать. То есть, это такое беспрецедентное. Я сейчас еще постараюсь быстренько посмотреть параметры этого проекта. 2000 заказов в сутки конвейер обрабатывает это с учетом того, что используется весовое оборудование и с очень высокой точностью идет отвертка заказчика и заказов. Коллеги, вопросов больше нет, либо они появятся позже. Если будут какие-то вопросы, которые необходимо будет уточнить, присылайте их на адрес om собачка axelot.ru мы всегда с удовольствием пообщаемся, ответим. Или звоните, потому что возможно мы на некоторые вопросы ответили неполно, просто за счет того, что вам приходится эти вопросы писать, возможно, устно вы изложили более подробно с какими-то нюансами и мы рассказали какие-то подробности других проектов. В любом случае к нам уже есть обращение по поводу вот таких дополнительных консультаций. Поэтому пишите либо на наш email omsobato.ru либо звоните по телефону 961-26-09 кодекс 495 либо если вы сейчас это не запомнили, не записали или что-то еще, заходите на наш сайт axelot.ru там все есть наши контакты. То же самое, материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке axelot или на YouTube. Коллеги, спасибо. До скорых встреч. Спасибо. Ждем вас на наших проектах. До свидания. До свидания.